всем привет дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале именно на канале youtube а потому что его ко всей общей нашей радости и как говорится к неудовольствию всех туловию вот 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 уже должны закрыть все-таки не закрывает и я этому очень рад потому что сам лично нет нет да и да youtube я смотрю и еще это очень хороший скажем так варианты шанс поделиться с вами какой-то информацией но не будем затягивать итак друзья мои сегодня я вам расскажу про тачки из японии под заказ с аукционов так далее и тому подобное скажу вам сразу я могу вам в этом помочь то есть привести машину с аукциона если кому-то интересно пишите мне в контакте я вам там с вами свяжу все подробно объясню также если кого-то интересует свап комплекта если кого-то интересует моторы только на японские автомобили не на корейцев не на немцев ни на что другое только машины которые есть в японии потому что все запчасти все моторы все коробки везутся именно оттуда итак друзья мои о чем я вам сегодня хочу рассказать все очень много кричали что цены на право рульки которые произнес японии сначала резко взлетели вниз потом взлетели вверх потом все дружно кричали что они упали вниз но нету какой-то конкретики насколько они упали куда они взлетели и что в принципе сейчас и вот именно для этого для вас для вашего удобства я сделал этот ролик я его записал я посчитал я посмотрел потому что у меня был ролик уже на ютюбе по поводу машин которые можно купить за миллион это было еще по моему то ли в начале года ну где-то там когда цены еще были скажем так нормально даже может быть даже может быть это было еще в прошлом году в конце его вот там были конкретные цены я взял конкретные цены которые были цены которые были в маке в марте и в пике прям вот по максимуму когда стоил у нас доллар и евро и цены которые сейчас их сравнил поэтому в этом ролике я вам расскажу почему стоит взять право рульку из японии с аукциона почему не стоит этого делать я вам расскажу свой личный пример по этому поводу но еще будет информация по моему джим ник у я его продаю поэтому посмотрите этот ролик если вы хотите купить тачку из японии с аукциона вам будет очень интересно итак друзья почему же стоит сейчас купить тачку из японии но во первых как мы все прекрасно видим курс доллара понизился курс евро понизился да он постоянно периодически то вниз то вверх но вот этих вот страшных чисел которые мы то видели 120 116 в принципе они может быть не столько и страшно если бы пошлина не было в евро если бы фрахт не оплачивался в долларах если бы машину вы не покупали за иены как бы если все это было бы за рубли проблем бы не было никаких но так как это все валюте то соответственно есть небольшие вопросы но сейчас евро упал то есть пошлина у вас уже практически плюс минус тоже будет которая была феврале доллар тоже и иена самое главное тоже подешевела причем подешевела достаточно сильно и поэтому все валютные составляющие которые есть сейчас в праворульке привезены из японии из аукциона они упали машины которые продаются в салонах машины которые новые не упали по одной простой причине что новых их кто-то не делает кто-то не привозит то есть их нет а праворульки есть и поэтому они их цена зависит только от вот этих вот колебания курсов ну и от хотелок тех кто их привозит и поэтому на данный момент праворулька если вы хотите себе праворульку это очень выгодный вариант и кстати говоря кто не смотрел мой ролик там один из предыдущих я вам расскажу в двух словах свою теорию лично я считаю что пошлина со следующего года вырастет потому что сейчас правый руль уже конкурент всем вот этим вот ребятам которые продают новые машины но пока не до этого пока не до правого руля а в следующем году когда все более-менее наладится и будет выравниваться работа дилерских сетей а правый руль я всегда это говорил и буду говорить это серьезный конкурент новым автомобилям и если он будет дешев и доступен то знаете многие многие сделают выбор в сторону правого руля даже в может быть и я но это уже как говорится отдельная история ну да я сейчас сам сижу за праворулькой но не смотрите у меня то есть и леворульный автомобиль тоже есть так вот поэтому если вы хотите взять эту тачку праворульку то сейчас скажем так благоприятная как говорится да там луна в пятом доме там марс сатурне венера в юпитере вот то есть сейчас благоприятное время для того чтобы ее взять но есть подводные камни подводные камни я вам сейчас тоже расскажу и да друзья если у вас немножечко значит есть желание купить правый руль но вы очень сильно переживаете по поводу что сейчас вот все это нестабильно как что и как я на вашем месте бы этого не делал если вы переживаете реально потому что купить машину в японии это пол дела ее нужно привести а это определенное время а за время может произойти всякие скажем так моменты которые повлияют на курс и если вы человек ну не совсем спокойны в этом плане то есть ну как бы пришла машина грубо говоря там дороже на сотку вы раз эту сотку заплатили и все вы спокойно не нервничайте не дергайтесь а если вы из тех людей которые каждый день смотрят курс евро которые каждый день за этим наблюдают которые об этом постоянно думают ребята вы за два месяца свихнетесь пока эта машина до вас приедет а если не дай бог под прям вот под приезд вашей тачки курса резко куда-то в моменте улетит друзья мои ваша нервная система может очень серьезно пошатнуться поэтому если вы немножечко все-таки рисковый товарищ что можно делать это можно брать это нормально но если вы прям мнителен и переживателен такие вот словосочетания слова точнее то не стоит этого делать вы себе нервы расшатаете просто в труху они и так сейчас у людей как бы не скажем так ни в куда не в красную армии то поэтому если вы такой товарищ что я бы на вашем месте ну не стал этим заниматься ну просто поберег бы себя посмотрел что будет дальше может быть там через полгодика что-то еще начал брать далее по поводу того что все кто сидит за экраном телевизора за экраном монитора за экраном телефона всегда ну лично у меня всегда возникают вопросы к людям которые что-то с этих экранов говорят а что вы сами будете делать одно дело рассказывать другое дело говорить я вам могу сказать одно буквально на следующей неделе будет покупаться для меня пара автомобиля на аукционе в японии то есть я вижу в этом плюс и я буду это делать обязательно и об этом всем расскажу но чуть позже когда это уже случится что он зачем почем для чего всю информацию я вам расскажу кому будет интересно все это узнать поэтому я лично считаю что стоит и для себя делаю вывод что надо уже какой вы человек что вы для этого сделаете но это уже дело ваше а сейчас я вам сравню немножечко цены и я вам могу честно сказать там есть очень интересные моменты потому что есть один автомобиль который сейчас стоит дешевле чем он стоил до того как цены были скажем так улетели наверх и это не какой-то никому не нужный автомобиль я вам больше скажу друзья это тойота а тойота дешевый не бывает итак сейчас я вам приведу немножечко цен прям скажем так чуть-чуть что было сделано это было сравнение цен относительно конца прошлого года то есть 21 марта 22 то есть когда цена была пиковая просто прям вот самая дорогая была валюта и цена которая сейчас сейчас у нас 15 апреля список автомобилей я сразу прошу прощения что буду читать с листа просто информации достаточно много и тяжело и все запомните чтобы не ошибиться и так поехали а самая дешевая тачка была сузуки альта это очень такая страшная машинка но она была самая дешевая стоила она 290 тысяч рублей и также была недорогая дайхатсумира стоила она 295 это были цены на полу во владивостоке за растаможенный автомобиль после того как все случилось как поднялись цены эти автомобили стали стоить 450 но 500 500 они стали стоить то есть полмиллиона в итоге получилось так что они все достаточно сильно взлетели сейчас на данный момент альта стоит 390 а мира стоит 420 и того у нас получается что относительно самых дорогих цен которые были в марте альта подешевела на 60 мира подешевела на 30 тысяч рублей но относительно ценников которые были до у нас альта подорожала на сотку а мира подорожала на 135 несмотря на то что цены упали и так идем дальше suzuki wagon r тоже такой кейкарщик скажем так никогда у вас особо дорогим не был стоил он в среднем 500 тысяч рублей это до подорожания в пике он стоил 650 сейчас он стоит 550 тысяч рублей то есть получается что он подешевел относительно пика на 100 тысяч а подорожал относительно прошлого скажем так на полтинник есть еще такой suzuki hustler тоже очень интересная машинка полноприводная она еще бывает он стоил 500 тысяч то есть до подорожания в пике он стоил 750 то есть он подорожал на 50 процентов грубо говоря на 250 тысяч сейчас он стоит 630 то есть получается что он подешевел относительно пика на 120 кстати говоря нехилая цена но к скажем так прошлой цене к прошлого года он прибавил 130 идем далее там уже машины ну скажем так машины все что говорил до этого это там кейкарки и небольшие тачки сейчас прямо автомобили nissan ad стоила 500 тысяч рублей до подорожания то есть это уже нормальная такая себе машину скажем так универсал большой серьезный после подорожания ценник взлетел до 750 то есть тоже на 50 процентов сейчас эта машина стоит 650 тысяч рублей то есть грубо говоря относительно пика она подешевела на сотку но относительно прошлых цен она подорожала на 150 тысяч рублей я всегда говорил что до цены откатятся назад но такими какие они были раньше они никогда уже к сожалению не будут далее всем интересная toyota паса тоже литровая машинка достаточно прикольно кстати говоря чтобы вы понимали машины все от 17 года и моложе то есть сильно старых автомобилей я не беру значит toyota паса 550 стоила в пике она стоила 710 сейчас она стоит 700 то есть грубо говоря она подорожала всего лишь на 160 относительно прошлого но упала всего лишь на 10 тысяч поэтому как бы она не сильно подорожала но и не особо не подешевела toyota витс вот тут кстати говоря интересная история стоил витс 650 тысяч самые дешевые машины я брал которые стоили в самых простых комплектациях в пике он стал стоить 850 то есть к нему также прилипло 250 тысяч сейчас витс стоит 740 то есть он подешевел относительно пика на 160 но все равно прибавил в 90 относительно прошлых цен кстати говоря toyota пробокс такая уже прям toyota рабочая лошадка машина на которой можно зарабатывать деньги стоило каких-то 650 тысяч рублей в пике после подорожания она стала стоить 920 тысяч рублей сейчас она стоит 770 то есть она относительно пика уже подешевела на 150 тысяч относительно марта но относительно прошлых цен прошлого года она прибавила 120 всеми любимая toyota aqua тоже такой отличный автомобиль городской стоил до подорожания 730 после подорожания миллион рублей стоила самая дешевая машина сейчас она стоит 880 то есть она подешевела относительно пика на 120 тысяч но по итогу прибавила 150 относительно старых цен есть такая кстати говоря mazda demia у нее та же самая история что с аквы пуля в пуля цифра в цифру есть toyota fit ой toyota honda fit скажем так очень распространенный автомобиль часто его покупают очень много фитов завозят стоил 750 тысяч рублей до подорожания после подорожания миллион рублей стала стоить машина сейчас стоит 930 то есть подорожала машина достаточно сильно когда упали курсы она подешевела всего лишь на 70000 рублей в итоге fit эта машина которая после подорожания а потом после падения прибавила больше всего 180 тысяч рублей получается fit самый ходовой автомобиль ну из того что я прочитал из того что я посчитал fit получается подорожал достаточно сильно в принципе как и все но откатился на минимум чё еще есть toyota axio это такая знаете королка праворульная стоила она 900 тысяч рублей после подорожания она стала стоить миллион согласитесь не сильно подорожал автомобиль после того как курс откатились назад она стала стоить 940 то есть она подешевела на 60 относительно пика а относительно скажем так старых цен она подорожала всего на 40 то есть toyota axio это во-первых toyota во вторых она не сильно подорожала то есть ее реально стоит взять corolla filder ой filder это вообще пушка гонка это отличная тачка кстати говоря стоила также 900 за самую самую дешевую в пике миллион двести также за самую дешевую сейчас стоит миллион девяносто то есть относительно пика машина подешевела на 120 относительно прошлых цен подорожала всего на 90 ну как бы тоже согласитесь немного а вот сиента toyota это такой уже скажем так минивэн городской она стоила также 900 тысяч до подорожания за самую-самую самую дешевую машинку в пике она стоила лям 300 то есть она прибавила 400 тысяч рублей не хило до подорожала машинка сейчас она стоит миллион пятьдесят то есть от подорожания она скатилась на двести пятьдесят тысяч подешевел автомобиль а в итоге прибавил 150 то есть она подорожала максимум скажем так и все откатилась но все равно еще остается дорогой но есть один автомобиль который до подорожания стоил дороже чем он стоит сейчас представляете есть такой этот автомобиль до подорожания стоил девятьсот тысяч рублей в пиковый момент когда поднялись все курсы он стоил миллион двести самый дешевый а сейчас самый дешевый стоит восемьсот двадцать тысяч рублей можете себе представить то есть машина взлетела на три сотки а потом упала в на восемьдесят тысяч дешевле стала машина чем было до подорожания как вы думаете что за машина друзья это тойота танк кто бы мог подумать что тойота окажется самым выгодным предложением но вот из того что я посчитал самым дешевым вариантом да это может быть цены в моменте но это факт из этого следует что до миллиона там получается уже плюс соточка до самый дорогой автомобиль который подорожал больше всех стала honda fit а самой дешевой машиной даже плюс скажем так покупателю стала тойота танк вот такие цены дорогие друзья вот такой расклад смотрите как говорится думайте но действительно есть положительная динамика но цены все равно выше чем были раньше не ждите что они станут такими как они раньше были такого не будет точно но то что они падают это уже радует сейчас кому интересно я расскажу про свой джимник чё почем почем его продаю и почему такая цена так вот по поводу моего джимника он был куплен мною прошлом году я новка в декабре он приехал там я практически да не практически он не ездил так было сделано у меня пару кадров пару съемок проверил я его по техническому состоянию у меня на канале есть ролики проект про все кому интересно посмотрите посмотрите цена на данный момент за которую я его продаю это 850 он здесь на полу волгоградской области с учетом всех доставок всего и всего 850 тысяч рублей почему такая цена я считаю что это цена ниже рынка и сейчас я вам объясню почему когда я брал эту машину самые дешевые джимники самые простые самые 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 бедные самые ржавые и самые подкрашенные в владивостоке валялись за 480 тысяч рублей я вам могу сказать так джимники их очень много в японии и их очень много херовых они есть гнилые они есть конячими пробегами они есть сделаны они есть кривые они есть плохих комплектациях во-первых ржавые гнилые биты это уже пол дела такие машины в принципе стоит отсекать потому что они немножечко подмарафечены когда вы его купите поездить и вы поймете что может быть лучше было взять где-то пробежную машину но в более лучшем состоянии чем вот такую без пробежных поверьте мне джимников ржавых и гнилых очень очень много кстати об этом даже ролики есть на канале что касается комплектаций у джимников знаете джимника комплектация но это не бмв просто у бмв комплектация это да если вы допустим возьмете самый пустой x5 в котором нету электрорегулировок сидения электрорегулировок руля где нету пневмы где нету панорама где нету фар которые скажем так адаптивный где нету ни хрена и возьмете машину где все это есть вы поедете реально на другой машине в случае с джимником вы всегда будете ехать на одной и той же тачке единственное в плане комплектации что действительно влияет на ваш комфорт это подогрев сидений я считаю удобная штука вот это вот прям вот класс на тонировка если повезет то есть но вам просто и нужно будет доделать потому что ездить в аквариуме ну так себе удовольствие но наличие магнитола это тоже плюс-минус сигналка это тоже можно установить а в принципе больше стеклоподъемники есть практически везде но зеркала не складываются в самых дешевых комплектациях но если вы берете допустим машину для езды по лесу то комплектация вам не важно потому что еще раз объясняю комплектация это туманки комплектация это какие-то мелкие пластиковые обвесы по снаружи комплектация это литье комплектация это колпак на запасное колесо это рейлинги это поворотники в ушах туманки я уже говорил это кожаные сиденья это подогрев сидений это складывающие зеркала это подголовники в задние на задних сидениях то есть по сути это то что если вы берете машину для леса или для дачи вам это нафиг не надо но если вы хотите чтобы ваша машина выглядела чуть лучше выглядела лучше других то тут уже стоит как говорится по заморачиваться из комплектухой моя машина в максимальной как я считаю комплектации единственное что нет моей комплектации это спойлера но тачка у меня на механике ну скажем так я очень рад что она оказалась на механике и так самый дешевый джимник на момент когда я его покупал во владике самый 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 без пробега стоил четыреста восемьдесят тысяч рублей доставка до меня тогда стоила сотку сейчас она стоит уже 125 тысяч то есть получается что заплатив 580 тысяч я мог получить автомобиль на полу у себя моя же машина обошлась мне на сто двадцать тысяч дороже то есть это не ржавый не гнилой с честным пробегом с честной оценкой с аукционными листами и в топовые комплектации вот в принципе за что была сделана переплата то есть 120 он мне обошел в 700 грубо говоря это ни от кого не скрывают все на канале все есть значит сейчас на сегодняшний день самый 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 удроченный джимник на том же самом зеленом углу стоит 600 то есть тачка прибавила 220 тысяч рублей к цене во владивостоке плюс доставка подорожала еще на 20 то есть 240 и грубо говоря если я сейчас захочу купить себе джимник даже зеленки он мне обойдется в 700 20000 рублей то есть он не обойдется самый мертвый на 20000 20000 дороже чем мне обошелся мой свой я напоминаю продаю за 850 и так получается что у нас ценник минимальный возрос на 220 и доставка возросла на двадцатку то есть 240 тысяч и грубо говоря к стоимостью моей автомобильному к стоимостью моей машины можно прибавить 240 700 плюс 240 получаем 940 я продаю за 850 то есть вот вам в принципе как говорится и все то есть за те деньги за которые я продаю машину вы такую не купить поэтому кому интересно обращайтесь пишите в вк там еще где-то все объясню все покажу просто даже зайдите на канал посмотрите ролики про машину вам этого будет вот так достаточно там я может быть даже забуду рассказать то что я рассказал там там достаточно много информации заходить вот такой получился ролик а немножечко новостной немножечко информативный немножечко рекламный чем хотел я с вами поделился поэтому ребята если нужно берите правый руль заказывайте если хотите позвоните мне я тоже вам в этом с удовольствием помогу но на этом на сегодня все кому понравилось ставьте лайки не понравилось дизлайк у нас все можно ничего не запрещается кое если у кого-то есть какая-то информация в плане комментариев тоже звоните то и точнее тоже пишите будет интересно почитать кто что думает по этому поводу ну а на сегодня это все обязательно подпишитесь на канал чуть было не забыл но главное помните что не бывает плохих автомобилей бывает только плохие хозяева всем пока пока ну пока 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 Продолжение следует...